Да, хотел спросить про фильм Бориса Соболева. Как ты в нём оказался? Да, значит, «Идущий к чёрту». Да, «Идущий к чёрту». Жёсткий фильм, вообще, подстава такая. Да, фильм «Подстава». С одной стороны, конечно, плюс, потому что жуликов действительно на этом поприще очень много. В этом плане я согласен. Но к нему никто не хотел идти сниматься. Потому что он известный был, товарищ такой… Дурная слава. На меня как бы вышла Чурилина, позвонила и сказала, что надо на телевидение. Меня приглашали в передачу сняться. И я, значит, хочу, чтобы что-нибудь там показать, чтобы ты там поучаствовал. Я говорю, мне очень не хочется туда идти. Я сразу сказал, можно туда не ходить, мне не очень интересно. Но она говорит, что я хочу рассказать о своей теории голографической Вселенной, голограммы и так далее. Эту теорию хочется донести. Поэтому там мне обещали, что я разговаривал с ассистентом, там об этом можно сказать. И я из уважения к ней поехал туда. Мы приехали туда, и неизвестно было, кто ведущий. Нас посадили в какую-то там комнатку. Мы в этой комнатке, типа гримерной, там сидели и ждали. И когда нас привели туда, мы снимались отдельно. Отдельно снимался этот товарищ с повязками на голове. Марк Комиссаров. Марк Комиссаров, да. Отдельно от нас. Потом нас позвали. Когда я спросил, кто будет сниматься, сказали, что будет Борис Федоров. Чурильна стала с ним договариваться. Я говорю, буду участвовать только в том случае, если будет моя теория. Типа, да-да-да, хорошо-хорошо, давайте запишем. Мы там записали ее выступление. После этого опять, по-моему, мы сидели в этой гримерной. И она говорит, у меня так болит голова, у меня такое ощущение неприятное. Я так себя плохо чувствую. Есть ли у тебя таблетка Петалгин или что-то еще? Я говорю, давай уйдем. Она подумала, подумала. Ну, неудобно. Во-первых, пропуск. Нас не выпустят, потому что надо подписать пропуск, чтобы уйти. Плюс люди сидят. Но ощущение было нехорошее. То есть и она не хотела, и я не хотел. Но, тем не менее, я говорю, решай сама. Она приняла решение остаться только из-за того, чтобы записали ее теорию. В результате ее теорию никто не изложил. Оставили там две фразы. И нас постоянно пытались ловить, что не получается. Мало того, что когда мы записали дубли, она сидела, как вы помните, за ширмой. И выбирала из колоды картинку. А я эту картинку должен был тоже находить. Почему-то все думают. И Соболев думал, что я эту картинку вижу. Я ее не вижу. Я не знаю, какая там картинка. Я просто знаю, что это она. Ощущение сердца. Что это она. А что там нарисовано, мне все равно. И вот когда у нас это получилось, он сказал, я не верю, давайте я сам. Он сел вместо нее и то же самое сделал. Выбрал картинку и опять ее называю. Он еще попробовал. Я не помню. Один раз, по-моему, не получилось. В общем, пару раз мы это сделали. Но в фильм это не вошло. А вошло только в то, что мы делали с Ширильней. Потому что тогда его фраза, что они договорились. Вот. То есть можно опошлить вот этой фразой. А то, что Соболев сам это сделал. Получается, мы с ним тоже договорились. Он это не включил. То есть это было предвзято сделано. Вот. Это была. Цель была этого фильма опорочить. Естественно, о ней никто не говорил. Вот. Ну, насколько мне было известно. Там предлагали, по-моему, Литвину сняться. Но он отказался. Он сразу почувствовал. Так как у него не было якоря. Он просто принял решение не ходить. И все. Вот такая история. Это раз. Да. Надеюсь, ответил. То есть, по идее, не хотели. Ну, собственно, получили, что получили. Мало того, что я еще когда оттуда вышел. Мне еще оштрафовали машину. Там штраф пришел за то, что я не там поставил. Хотя знака не было. Стоянка запрещена. Этот знак был в метрах в восьмистах от машины. Там несколько переулков. По идее, знак действует до поворота. Так вот. Потом мне еще и штраф пришел на две с половиной тысячи. Вот спустя год. Значит. Я его не видел, этого штрафа. Естественно, не платил. И после этого, когда пришла бумага от судебных приставов, что еще вот-вот. И мне там счета арестуют. И вылез этот штраф. То есть, кучи было знаков полно. О том, что это не нужно было делать. И вот. Тем не менее, это произошло. Вот. Мало того. Этот фильм, когда он снял, его сразу не опубликовали. Фильм старый. 15-го года, по-моему. Вот. Он выжидал, подойдут ли в суд или нет. Потому что комиссаров хотел в суд подать, судиться. Я говорю, ребята. Что? Это бессмысленно. Все это заточено. Вот. Совершенно под другую цель. Вот. И после того, как этот фильм выпустили. Ну, в каком-то таком урезанном варианте. Таком более скромном. Потом прошло несколько лет. Его снова достали. И он уже дал версию, значит, без редакции. То есть, полную версию. Потому что, по идее, записывать скрытые камеры нельзя. Потому что все, что он делает, это идет запись скрытой камеры, вообще-то. Вот. А это считается, как бы, запрещенным законом. Ну. Тем не менее. Слушай, это к тебе мистический такой вопрос. Вот. Если люди, вот если у них просто есть ум, да? Человеческий, обычный ум. Вот просто разумность какая-то. И они видят, что ты, за это время у тебя появилось очень много роликов, где ты управляешь электронными генераторами, например, да? Чисел. Где рулетка в твоем распоряжении, карты в твоем распоряжении, да? Сознание управляет. Очевидно, что если ты можешь влиять на компьютерную технику, на колоду карт, на вот эту всю проявленность, то повлиять, например, на здоровье человека вообще нету никаких проблем. То есть, он значительно уязвимее, чем компьютерная техника. Вот. В этом плане, когда люди монтируют такой материал, у них не может возникнуть страха хотя бы из чувства самосохранения. Ну, они же в это не верят, и поэтому страха нет. Вот. Но на здоровье это все равно сказывается. Ну, я же не буду говорить все, что я там могу напланировать. Поживем – увидим. Я думаю, еще будет много интересных сюрпризов, но всему нужно время. Кстати, один уже состоялся, просто о нем никто не знает, но там с одним из членов этой команды, который снимал, там уже неприятности произошли, летальные. Вот. Ну, неважно. Но пока не будет на эту тему страшно разговаривать. На эту страшно. Ну, просто… Потом, раз это сделано, значит, так нужно было судьбе. Щелчок там по носу. Всем, да, это может быть и хорошо, что на какое-то время, может быть, действительно стоит уйти в тени, показывать это. Люди-то не готовы. Никто не понимает. Вот. Но то, что не готовы – это не готовы. Ты расскажи про эти 12 чисел. Это же вообще история шедшая. Да, мы стали на эту тему разговаривать. Я вспомнил одну подробность, деталь, про которую никто не знает. Я сейчас расскажу. Вот когда… Мы сейчас говорим о фильме «Логос» первой части, где из 12 игральных кубиков, кубики неправильно называть, там 12 грани, значит 12-гранник, да, выпадает 12 разных чисел. Кстати, это не исходник у меня, в котором было видно-то. Это не нужно было исходник найти. Вот. Да. И там была интересная штука. Сейчас тогда постараюсь объяснить. Мистическая. Когда я попытался записать, чтобы выпало 12 разных чисел на 12-гранниках, я попробовал несколько раз, и у меня совпадало… все числа были разные, кроме двух одинаковых. Затем еще раз попробовал, опять два числа одинаковые. После этого я делаю перерыв в пару часов, затем опять начинаю записывать, открываю экран, и у меня выпадает с первого раза 12 этих разных чисел. Вот. И когда я начал внимательно смотреть, я обнаружил, что когда вот выпадают 12 чисел, вот справа от вот этого видеоокна видна тень. я понял, что было на 12, а 13 этих кубиков, поэтому у меня и не получалось в предыдущие разы. То есть, действительно, 12 выпадали, но был 13-й, который мешал. Я этого не знал. Кубиков много, я их не считаю просто. Вот. И в очередной раз, когда я сделал сам себе запрос, пусть выпадут 12 этих многоугольников с разными числами. Действительно, выпало 12 с разными числами, но оказывается 13-й был спрятан за вот этим экраном. И только по тени я узнал, что там был 13-й. То есть, наше подсознание, или наш архитектор, или зодчий, он смог исполнить мой запрос, только убрав этот кубик. Ну, когда я стал монтировать, я не стал это просто объяснять, никто не поймёт. Я взял, и вы сейчас увидите, просто этот момент немножко загородил. Вот смотрите. 12 игральных кубиков. У каждого кубика 12 грани. Пусть выпадет комбинация, в которой все числа у кубиков будут разные. Я там продолжаю говорить что-то, но уже не относитесь к делу. Я закрыл. Закатил глаза, и дальше я нажимаю на кнопку. Приступим. Вот. И вот здесь, видите, я загородил, потому что здесь вывалился ещё край кубика. Я сейчас исходненькостью найду и покажу, как это было без этой штуки видно. И когда я стал смотреть, я не понял, что случилось. Вот. А потом увидел, что это 13-й спрятанное. Я его просто убрал, потому что объяснить это там в фильме это ни к чему. Потому что всё равно нереальные как бы вещи. Ну, вот по факту произошло то, что моё подсознание, чтобы исполнить, было вынуждено его спрятать. И сколько раз подряд повторить. Да, и сколько раз передо мной повторить, пока я не понял. что их было 13-й, тогда это было убрано. Вот как всё было. Сейчас мы там нажмём потом на паузу, я найду исходник и покажу эту тень. Вот я пересчитываю. Просто я сам немножко удивился. Раз, два, три, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. Ну, это что-то невероятное. Я когда стал считать вероятность этого события, я запутался. Я стал считать количество комбинаций. По теории вероятность у меня получалось один к девяти триллионам. Вообще один к девяти триллионам. Потом я понял, что всё-таки зеркальные отображения их меньше и посчитал один к одному триллиону. Но всё равно считать не стал, потому что я не знаю, как правильно посчитать, но вероятность там это очень маленькая. Такие комбинации. Вот сейчас можно на паузу нажать. Сейчас я найду. Вот вы сейчас смотрите оригинал. Покрупнее, поближе. Я приближу. Приступим. Вот. Вот видите, вот он. Вылез. Вот этот тринадцатый, который никто не увидел. И я. Только потом. Понял. Да. Подсознание пришлось напрячься. Ну, вообще, да. Вот. Я считал, сначала не видел. Думал, тень какая-то там оказался. Потом заметил. Причём, что интересно. Я это делал в замедленном воспроизведении. Пытался рассмотреть. Его не видно. Вот он крутится медленно. Его вообще тринадцатого нет. Всё равно двенадцати. Но он куда-то там, откуда-то вываривается. Вот. Ну, не знаю. Здесь медленно не получится. Но это я пробовал сделать. Ну, ещё раз давайте. Вот кусочек. Сейчас вот. Как они крутятся. Вот видите. Раз туда и ушёл. Вот он крутился. Как тень какая-то. Вот так. Поэтому, если мы такие тупые, нам оно пытается помочь, как может. Но мы эти знаки не понимаем. Большинство людей знаки не видят. А я стараюсь их везде находить. Ну, главное правильно интерпретировать. Слушай, ну, вообще это же прямое влияние. Вообще прямое влияние на формирование реальности. Кстати, я заметила твои влияния и сегодняшнюю нашу посадку не в Жуковском, а во Внуково. Это вот историю скажи там. Да. Это сегодняшняя история. Самолёт должен был прибыть в Жуковский. И время должно было быть попозже. У нас с Владимиром оставалось мало времени на общение. Поэтому самолёт прилетел раньше на полдня и приземлился во Внуково прямо недалеко, чтобы было ехать. Вместо его нахождения. Тут совсем рядом. Я мечтал, чтобы это было во Внуково. И именно в идеальное время днём мы спокойно сидим, сейчас пойдём шашлык жарить. А завтра благополучно отправим вас домой наконец-то после этого замечательного отпуска. Ну и заодно, попив чайку и кофейку, мы тут беседуем про наши темы. Смотри, это ведь тема не для широкой аудитории на самом деле. Сколько людей может это понять глубоко по содержанию? Вот вопрос, в котором уже ответ, он настолько глубокий вопрос. Вот это самое главное. Самое главное, что не важно там насколько круто там что-то я показываю, а понять, что это есть. Вот как только человек поймёт и как это делается, перед ним совершенно другая картина мира, что мы реальность эту лепим. Вообще мы можем всё. А люди, которые говорят – это фокус, или я в это не верю, или там какой-то подвох, или сидит человек с хитрым лицом, да, да, там, они не могут понять, стараются либо забыть, либо не понять глубину вот этого. Это так же, как знаменитый эксперимент со щелями. Большинство не поняли глубину этого эксперимента, что наблюдатель, субъект, он влияет на результат. Влияет. И здесь то же самое. Получается, что существует субъективная суперпозиция у нас. Вот. Вот этот мир – это субъективная суперпозиция. Мы из этой суперпозиции, с помощью внимания, усилий воли, я не знаю чего, создаём, корректируем то, что нам нужно. Вот. Кто это понял, тот молодец. У того всё будет хорошо. Кто это не понял, тот дальше будет бегать потным и грязным. По замкнутому кругу. По лесу. Но, на самом деле, людей, понимающих, когда ты показываешь, человек даже не способен оценить, осознать то, что он видит. Поглашаю. Ну, это так же, как люди слушают там сложную музыку. Действительно, понимающих мало. Это человек продвинутый должен быть, да. Когда там скрябин что-то там изобретал, его слушали, говорит, как-то не очень понятно, интересно. Или Шостакович. Да. На самом деле, это же просто движение души. Там такая музыка. Это поймут не все. Так и здесь. Понимают единицы. Ну и хорошо. Пусть будут единицы. Зачем нам много? Слишком, когда все будут всё понимать, это же не миру, это кошмар. Война магов, как я говорил, агрессия. Все начнут друг друга давить, удалять, вот, пытаться там, как это называют, аннигилировать, превратить в ничто. Ну вот, на самом деле, когда у человека есть определенные магические способности, он способен осознавать, как он влияет и влияет на результат, конечно же, он будет применять это в своей жизни на то, чтобы чувствовать себя максимально комфортно. Если таких людей будет много, то, да, мир будет сложнее. Мир будет сложнее. На порядок. Поэтому много не может быть. Как? Не может быть много начальников. Вот, людей достойных много, но начальник один, вакансия одна. Поэтому вакансий мало. Если будет много, значит, будет супермаг какой-то, который будет еще там больше влиять или вот и вот я про что. В природе должно быть определенное количество людей не очень умных, немножко умных, мало гениев и так далее. Если все будут такими, то или равными или одинаковыми, да. Но это будет несерьезно. Все должно быть разным. И поэтому, что есть, то есть. Ну да. Я думаю, что все. И чем больше я начинаю это понимать, тем больше я понимаю, насколько гениально все придумано. И этот мир, который мы хотим исправить, ничего исправлять не надо. Корректируй там под себя, насколько тебе это дано. Свою реальность. Свою реальность. Для этого и нам предоставлена возможность. Мы в реальной жизни выбираем машину, что на эти деньги можно купить вот пять моделей. Вот выбрали. Так и тут. Я выбираю такой. Чуть-чуть подкорректировал. Ну там, не будем вызывать зависть. Поэтому я мало о себе рассказываю, мало показываю условия, в которых живу. Ну зачем? Потому что люди также могут позавидовать, испортить что-то там себе. Вот. Из-за этой зависти. Потому что ответ к ним придет. Поэтому я стараюсь вот избавить от лишней информации от людей. Ну да. Ты человек инкогнито. На самом деле, вот если брать, то тебе информация везде минимум. И даже фамилия безфамильная – это обнуление информации. Совершенно верно. Причем безфамильный через букву «С». Шутка была заложена. Какая шутка? Там глубокий смысл во всем. Я все продумал. Да. Ну, обратите внимание, меня нет в соцсетях. Вконтакте, в Фейсбуке, где-то там еще. Да, я не выпрашиваю лайки, не накручиваю просмотры, не бегу там за каким-то количеством. Мне вообще пофигу. Извиняюсь за не очень корректное выражение. Вот. Потому что я понимаю, что это эксклюзив. И если два-три человека поймут, что я делаю, то вполне достаточно многое не надо. А остальные пусть подтягиваются, учатся там. Я думаю, вполне достаточно. И поэтому я всегда и скажу, кому надо, тот найдет это видео, посмотрит его, поймет, о чем идет речь и сделает выводы. Вот и все. А таких людей, к сожалению, может быть часть единицы. Ну и слава богу. Смотри, вот если идти к темам будущего, да. У меня все-таки есть мысль, чтобы мы с тобой посотрудничали на тему обучения тех людей, которых единицы. У них все равно… Вот один вариант, когда человек работает с картами, или с кубиками, или с генераторами, какой-то вариант выбирает носителя себе. Другой вариант, что у человека есть или сегодня еще нету собственного бизнеса. да. И он его может в голове своей создать, он может запустить, он может изменить условия своей жизни. И, ну, в частности, так как ты человек в прошлом бизнеса, да, то тема деньги, тема бизнес, тема моделирования реальности, она вообще твоя тема. Ты не только можешь научить, как вести и как быть успешным в этой жизни, но одновременно дать глубинные знания здесь. Если мы совместим твои знания и, например, наш опыт, который мы наработали по коррекции в психике тех программ, которые мешают человеку быть богатым, успешным и так далее. Ведь не секрет, что в подсознании там есть и программы раскулачивания, и родовые травмы, там виселица, и все что угодно. И в эту жизнь человек приходит, и он не знает, откуда ему прилетает, почему у него ничего не складывается, не получается и так далее. А душа может быть старой, и мы реально ей можем помочь короткий промежуток. Вот ты сказала очень правильную и мудрую вещь, я сейчас уточню. Я воспринимаю как, раз, да, это возможно, раз душа получает через нас опыт эмоциональный в этой мире, ведь можно этот опыт получать более комфортно, вот и к чему. Что можно получить опыт, там, идя по лесу, там, выбив себе глаз, там, я не знаю, что-то сломав ногу, там, а можно точно такой же опыт получить, посмотрев по телевизору хороший спектакль и такие же эмоции испытав. Либо идти по хорошо расчищенной дороге, да. Зачем идти через дебри, когда можно в ту же точку прийти по асфальту. И вот мы по асфальту можем повести. Да, да, да. Вот я про что. Ускорить процесс качества. Что тот же самый опыт душа получит, но в более комфортных условиях. Это и есть персонализация. Персонализация комфортной, более-менее комфортной жизни. Зачем жесть? Жесть – это именно для того, кто не понимает, что происходит. И он набивает шишки, там, идя по болоту. Хотя знаки были, что там болото. И человек туда идет. Вот мы покажем, что туда идти не надо. Или, по крайней мере, научим эти знаки понимать или человеку каким-то интуитивным путем находить правильный путь в свою реальность. Да, потому что вопросы денег, вопросы бизнеса, вопросы моделирования бизнеса, реальности – это, получается, самые актуальные сегодня вопросы для умной аудитории. Для умной, да. Или даже, наверное, для интеллектуальной, лучше сказать. Ну, сам факт, что человек этому пытаться будет научиться, это уже, как минимум, умный. Что он уже не пропускает. Да, это уже достаточно. А тут говорят, что я в это не верю или не хочу, что с ними будет дальше, вы скоро увидите. Вот. Там, ну, как бы, человек идет по всем граблям, значит, небольшого количества. Их, на самом деле, немного, но он, почему-то, их все собрал. Вот. Я предлагаю пойти пожарить вырезку. Мы сейчас будем снимать, как мы ее будем жарить, как у вас будут течь слюни. Вот. Это эксклюзивная вырезка. Вот. Мы будем тут пить, наслаждаться, и вы будете смотреть результаты нашей реальности. ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...